расскажите про ваши портреты а что про них рассказывать он писал вас не один раз да он меня он меня любил очень поэтому и я его очень любила вот он жил этой красотой он этой красотой хотел делиться и вот эта жажда красоты и брать и не только брать но и отдавать делиться была в нем всегда посмотрите здесь на шарже евгения васильевича поленова александр павлович мамонтов александр первый потому что он был первым главным художником в нашем театре вторым был григорий иванович гречен видите григорий второй но больше всего в театре как главный художник работал 14 лет марат ефимович парахненко красавец такой вот этот вот чуб витиеватый папа мой родился и вырос в семипалатинской области поселок новошульба у них было шестеро детей он с детства рисовал и говорит у нас там в деревне значит был в этой новошульбе был художника я ведь время бегал смотрел как он рисовал в окно подглядывал они бумаги ничего не было и он говорит я вытаптывал землю и на земле крит я рисовал мой отец мамонтов александр павлович родился в деревне островецкой архангельской области крагопольского уезда в 1928 году он был последним ребенком в семье часто не встречали шаровые молнии папа он помнит это он рисовал на подоконнике ему было года три окно было открыто настежь это было лето летит вот этот шар золотой и этот шар подлетает к нему и влетает в левую руку то есть он как бы ну ты касается руки и растворяется в нем бабушка от страха его схватила прижала к себе но ничего не было вот такой был мистический момент он уехал на фронт всем новобранцам которые собрались командир подходит а он такого небольшого роста был папа и такого такое у него лицо детского него такие вот глаза были зеленые большие к нему подошел улыбнулся и говорит а ты температуру мерил а ну-ка пойди померяй ну заходит этот командир и говорит а сейчас ты не поедешь никуда потому что у тебя температура весь этот состав который шел на фронт он все все ребята погибли а он остался жив их собрались раскулачивать поехали на кольский полуостров на север вот и дедушка там работал уже кузнецом уже так себя проявил начала вторая мировая война он получил бронь именно потому что был очень хорошим кузнецом и их отправили в оренбург через всю страну всю семью вся юность и уже такое осознанное детство папа прошло там в оренбургской области и конечно он хотел стать художником вот уже тогда он поступает достаточно легко в саратовское училище живет там один лет ему 14 наверное голодные годы он плохо ест или у него не хватает денег на еду он там начинает опухать вот он рассказывает выстраивают нас всех в ряд и говорят значит кто пойдет по минному полю никто горит не идет а я стою и у меня горит мысль боже мой скажут какой гречен трус я же трус потому что и от я и вот говорит бог меня наверное берег как вот в этом эшелоне в котором он не поехал первый раз так и вот по минному полю я три раза ходил и три раза говорит там где-то неподалеку взрывалась говорят но я как-то вот это вот все обходил бабушка решила все его надо туда забирать и он тогда поступает в механико-технологический колледж становится помощником чертежника на заводе но все равно хочет стать художником то его открепили от места где он должен отработать три года и он поехал в харьков поступать война закончилась самое близкое училище художественное было в биробиджане и потом когда папа закончил это училище биробиджанское он решил поступать он поехал в харьков я уже родилась вот у меня любил просто ну а я даже не могу сказать как вот это было и так так же любила его я ректор тогда института он сказал саша вы знаете вот есть должность главного художника в строящемся театре в городе белгороде там же существует театр вы поезжайте очень хорошо его встретили здесь очень радушно пригласили александр павловича преподаваться в художественную студию для взрослых он там преподавал и так как они очень были близки и дружны с марат ефимовичем парахненко он пригласил и марата парахненко сюда семьей преподавали вместе значит вот в этой школе искусств вот все как бы процесс завертелся все среда начала как расти как на дрожжах когда он закончил институт он распределился вот в 64 году он распределился сюда в белгород здесь уже были марат ефимович и александр павлович когда приехал александр павлович и марат ефимович григорий иванович здесь из профессиональных художников был только лев семенович блекницкий и вот это вот можно сказать могучая кучка она естественно формировала и определенную художественную среду в белгороде вокруг которой группировались молодые талантливые будущие художники тогда еще не имеющие образования все художники театральные были на улице островского четыре мастерские они были очень дружны вот у них мастерская как декорация у александра павловича эти самовары это какие-то прялки это привезено все было даже с малой родины у марата ефимовича это его любовь в сказке это что-то вообще пестрое нарядная мастерская 93 год я пришла устраиваться на работу пришла в художественный цех и влетает марат ефимович марат ефимович почему-то был без рубашки рубашка была в руках у него он был в джинсах очень красивый с голубыми глазами и он забегает девчонки у меня оторвалась пуговица от рубашки мне надо срочно пришить а это кто у нас что-то девушка пришла марат вот вы знаете это прежде всего сказочный художник до театра я был директором театра кукол а фойе огромная стена пустая и марат сделал персонажи сказок но которые не были каждый сам по себе они как-то переливались из сказки в сказку в друг другу марат очень ну такой сказочный художник вот он это чувствовал и природу детей на всем это как-то деталов вся такая-то поэтичность лирическая вот и в костюмах и в оформлении и он сам называл я сказочник я этим горжусь и всегда гордился своими сказками они действительно были красочные добрые живописные очень марат ефимович включался сразу в работу и мы только успевали ему подавать краску все у него горело в руках какие-то приемы новые он придумал брал огромные кисти что-то шлепал брызгал иногда даже не по эскизу это я так хочу я так вижу вы сейчас увидите это будет волшебно и действительно из какого-то полотна бледного белого возникала сказка вообще очень добрый человек был он постоянно ходил с какими-то конфетами у него в сумку он шел на работу с огромными сумками постоянно там у него были краски кисти карандаши и всегда были пирожные конфеты какие-то вкусности если он видел кого-то ребенка до театрального который бегал слонялся по театру он обязательно вылавливал и угощал вот когда мне трудно я вспоминаю его ну вот он же мог он успевал все шепарнёва марат это ее учитель она дитя этого театра она очень много от него взяла очень много он ей помогал и наставлял и она первые свои постановки там сказочки все но она при нем поставила я люблю очень сказки тоже как и марат эфимыч около 70 спектаклью же мы поставлено и каждой сказке ты ищешь какое-то интересное решение необычное волшебное какие-то костюмы уже в другом стиле делаешь вот самый сложный для меня спектакль был сыновья моих братьев по плести синиша ковачевича спектакль получил золотого витязь а действие происходит в каком-то таком пространстве и между жизнью и потусторонним миром вои воины которые не похоронены в родной земле которые думают что они живые и зритель то тоже должен не сразу понять что тут не так вроде как костюм но что-то в нем не какой-то диссонанс а там раз руках вытягивается вроде бронежилет из него вдруг лоскут какой-то ткани красной растягивающиеся пространство оно было и в декорациях которые тоже растягивались смыкались а люди через них проходили марат честно служил театру ну соратники его художники марат владеет тайной кулис марата фимович главным художником а григорий иванович в тот момент пришел вот с василисой прекрасным был как приглашенный художник вот они очень нежно другу относились они так переругивались добродушно друг с другом марата фимовича ревновал нас к нему григорий ивановичу потому что григорий иванович тоже же был главным художником свое время он тоже была такая же манера григорий ивановича участвовать в производстве спектакля тоже также живописничать рисовать писать ему на было все влезть чтобы показали краску намешали показали ему такая не такая зеленая краску надо обязательно было на каком-то белом листочке мазнуть допустим зеленую краску высушить и показать уже высохшую краску потому что краска имеет свойство менять цвет мокрая и уже высохшая потом на бумаге один свет на ткани другой на дереве она может третий цвет дать это очень важно они очень щепетильно относились с марта фимовича мы к этим вещам это все доставалось ему большим трудом антони и клеопатра все перечитывал эпоха он все сразу поднимал все это смотрел то есть он относился к этому очень серьезно и очень кропотливо кстати вот азорий здесь тихий в москве они признаны лучшими эскизами вот к этому спектаклю это очень талантливые были люди глубокие какие-то основы художественные которые в общем то давали им возможность быть и художниками вот ну театра мама отвечал такой лаконизм там не было размытости так скажем а была вот такая соборность какая-то собирательность это был мамонтов работал он всегда вот как последний раз когда он завершал уже процесс эскизирования когда уже все уходило рабочий цех очень часто у него случался или сердечный приступ или приступ радикулита это все вот на нервной почве настолько он переживал что вот что-то будет не так что-то он недомыслил вот он очень долго как-то очень мучительно работал над спектаклем царь федор иоаннович он понял что он не может найти этот образ и тут случается стихийное бедствие протекла крыша и на потолке образовалась гигантская такая лужа то есть потеки такие и вот он так лежит смотрит вечером на эту лужу а потом начинает видеть образы святых вот такие вертикальные потеки и у него сложилось сразу что он должен сделать мы ездили на гастроли и мы остановились отъехали от губкина такое звездное небо и у мамы то замечательный лирический бархатный тэнс и саша ну стой пожалуйста и ночь поле и он поет открытия выставок часто заканчивались вот его пением это было всегда украшением этих открытий необыкновенный трудяга вот трудился он днями и ночами он всегда летал под мышкой папка в руке картина и он несется стрелой несется стрелой в электричке он едет вот кто в этом самом салоне сидит он всех зарисует и вот он вот это все улавливал мгновенно этот портрет был написан почти 27 лет назад я будучи молодым начинающим журналистом пришла на выставку григория ивановича гречина и была восхищена его лирическими пейзажами его образной сценографией но больше всего мне запали в душу его портреты через некоторое время раздается звонок вы согласны мне позировать работа над портретом длилась около месяца и я помню он говорит из-за того что я служил и война была я очень поздно стал учиться живописи и мне кажется что я всю жизнь наверстываю догоняю и мне так хочется работать однажды я так немножечко потру него я спросила григорий иванович ну у вас всегда такие красивые люди на портретах вы сознательно пишите таких красивых людей или чуточку льстите портретируемым а он очень серьезно мне ответил ты знаешь некоторым нравится выписывать каждую складку каждую морщинку каждую бородавку я не такой мне нравится заглянуть в душу человеку надо просто видеть в людях самое лучшее да мы работали около месяца и он говорит наташа давай сделаем перерыв на несколько дней а через несколько дней так оказалось что звонить было некому приходить было некуда это последняя работа мастера и рука на этом портрете так и осталось не дописаны наконец-то Продолжение следует...